Так, мы сейчас на улице Чикаго, США, но необычной улицы. Посмотрите, во-первых, тут какой-то вид, непонятные здания, там здания строятся новые. Мы находимся возле одного из самых крупных в Америке центра, здесь называется Convention Center. По-нашему это выставочный зал. Вот он такой здесь, вот оттуда тянется, в углу. Площадь, задумайтесь, 250 тысяч квадратных метров. Считается, что крупный торговый центр это 100 тысяч квадратов, это грубо 2,5 крупных торговых центра. Но это действительно впечатляет. Я предлагаю вместе посмотреть, что здесь расположено, как все проходит и сделать какие-то выводы. Всем добрый день. Хотел снять легкий сюжет, как проходит конференция в Чикаго, США, мировая конференция, конгресс по недвижимости. Что здесь можно сказать? Во-первых, это всего лишь один из холлов. Здесь сессии не проходят, здесь просто люди ходят, передвигаются. Давайте посмотрим, что здесь есть. И там вот различного рода конференц-залы. Их очень много. Вот, допустим, это 185-й. Их всего тут, по-моему, в районе 500 конференц-залов, они большие очень. Вот, смотрите, элеватор можно посмотреть. Давайте пройдем. Элеватор на втором этаже. Так, послушайте. То есть совсем обленились американцы. Так, дальше. Здесь постоянно продают различного рода нездоровую пищу, чтобы любой мог подправиться. В целом, сейчас мы дальше посмотрим, как сами конференц-залы выглядят и выставку посетим. Двух слова, чтобы понять. Еще один вопрос. Я из России. Спасибо. Вы будете взять фотографии? Да, позже. Потому что мы имеем около 6 тысяч реалитаций. Я CEO моей компании. Поздравляю. И это интересно, как автоматизировать систему. Например, звонки, анализы. Как это работает в реалитете сейчас? Для анализы? Да. Например, автоматизировать звонки. Не по-другому, но по-другому. Хорошо. Но это нормально в США? У нас есть агенты, которые просто звонят на людей. Нужно звонят на людей. Да, но есть не звонят на людей. Поэтому мы не можем звонить на них. Есть правительство национального права. Я не могу звонить на людей, если они подписаны на это. Я просто звоню на людей, которые не подписаны на это. И только 1% из агентов в стране делают это. Но они очень успешны. Спасибо. Я хочу фотографии. Сейчас мы с вами попробуем зайти на одной из сессий. Покажу, как это выглядит. Там на входе жесткий контроль. Обязательно проверяют вот это и вот это. Спасибо. Это все. Спасибо. Вот так все проходит здесь. Сейчас собирается еще 10 минут до начала. Мы очередь займем пока. Так, здесь такси прям расположено. Это возле выхода. Удобно. Причем везде разные выходы есть. Пойдемте посмотрим, можно сесть. В общем, тут можно посидеть. Это холл тоже. И любой вопрос посмотреть, проанализировать. И понять, что и как происходит. Это информация о маршрутах. Ну и различная информация здесь выходит, что происходит. Давайте посмотрим. Дальше пойдем. Пойдемте. Обратите внимание, даже на лестницах реклама. Пойдемте поднимемся вместе на элеваторе. Тут знаете, вход в любой заходишь, проверки нет на входе. Проверяют только на выходы в конференц-колы. Это с собой обязательно носить. Без этого не пустят. Вообще. Не договориться никак. Причем очень удобно. Средняя полоса в зависимости от народа. Пойдемте дальше смотреть. Здесь буфет гигантский. Вообще гигантский. Справа сидят. Прям народу пишет, когда обеденное время. В чем особенность? Все сделано неправильно. Чтобы взять вот эту, я сейчас уже набрал. Сверху, смотри, что она сделала. Видите, как надо вообще изголиться. Это хорошо, что у меня руки длинные. А так вообще не знаю, что делать. Паша, привет. Мы идем к фильм снимаем. А? Ты купила в Starbucks что-то? Starbucks. Спортила тебе Америку. В Москве он тоже есть. Да, ну ладно. Пойдемте дальше смотреть. В общем, так мы поднимаемся. Обратите внимание, как мало пользуются лестницы. Все на элеваторе. А это еще один холл. Он тоже такой, ну один из главных. Чего только здесь не происходит, если честно. Давайте спросим, что тут происходит. Смотри, что происходит здесь? Да. О, это здесь. Это релтор-релив фон. И мы видим, что мы показываем их поддержку. Я должен написать что-то? Да, вы можете поставить свой номер. И вы можете выбрать любые открытые места. И просто поставить свой номер. И это показывает свой support. Вы поставите свой номер. Вы поставите свой номер на фронт. А, да. И здесь есть номер. Я извиняюсь? Да. Вот здесь. Да. Моя бедра. И вот и у нас только. Ну а что это? И это фактически вот так. Это помогает у насbeatили у нас, как сфор или вредные часы. У нас реально? Затем помогают у нас с деньгами. У нас нет работы. Kay, но даже кто-то может помочь. Да, кто-то может помочь. Немного путем. Точно. Продолжение следует... Продолжение следует... В районе Экспо. Можно посмотреть. Там вот Экспо. Прежде чем мы пойдем, у нас с нами Алексей. Наш, понимаете, партнер в Екатеринбурге. Алексей, как впечатление? Замечательно. И очень много рабочих прикладных вещей, которые точно вот хочется прямо принести домой и сделать качественными. Так, Лена у нас работала? Не работала? Жила в России. Жила в России. В Вишиме. Так, Наталья, рассказывай. Кто же у нас? Мне здесь нравится, но в России все равно тянет. Так, Нина с города Сургут. Это представитель девелопера. Известного сургутского. Так, Нина, рассказывай, как у тебя дела? Прекрасная выставка. Разная наполненность по тематикам. Вне зависимости от того, что этот конгресс организован для риэлторов. Тут затрагиваются темы урбанистики, команда образования. Для застройщиков есть информация. И в целом по организации структур. Так, в двух столах буквально одну какую-то особенность, которую я выявил. Отрасль находится, знаете, на такой переломной точке. Реально, почему? Здесь очень сильно регулируется риэлторская деятельность. Вот том, о чем все говорят, что вот риэлторская деятельность правильно организована в США. Сейчас это всем становится понятно. Это, знаете, уже где-то на конгрессе явно видно, что это, наверное, долгосрочная ошибка. То есть из-за того, что рынок был сильно зарегулирован, он, вы знаете, потерял какую-то возможность к инновации. И новые вот эти вызовы интернет-компании, которые никак не зарегулированы, представляете ли? Они здесь буквально, ну, поглощают вот этот весь рынок, да. И впервые за долгое время, я даже здесь не увидел, на отчете итогово мне сказали долю проникновения риэлторов. Я могу предположить, что она сокращается. Следующая тенденция интересная в Америке. Резко сокращается, действительно резко, я потом расскажу, доля людей, которые покупают или арендуют, предпочитают все больше арендовать. То есть если раньше 69%, еще буквально 4 года назад имела недвижимость, то сейчас только 62%. Вот, несмотря на то, что растут там сильно объемы новых работ, реально сокращается процент. Ну, вот это, в общем, отношения, но продажи не так сильно растут, как новые работы, как они называют, jobs, да. Пойдем теперь, пойдем на выставку вместе. Смотрите, там целые, там различные новые приложения. Все конкурентные преимущества создают внешние подрядчики. Вот это очень интересно, да. Различные там сайты, приложения, там искусственный интеллект. Кстати, на секции был по плачейну, по искусственному интеллекту, по машин ленингу. Ну, все как в демотиваторе для Грефа. То есть реально интересно, полезно. Давайте так договоримся, тоже постараюсь отдельный сюжет сделать непосредственно по выставке. Там 3-7 каких-то подойти павильонов, вот здесь бустер это называется. И показать вам, что там происходит. Так, надо сходить, что-то сделать. Все, не надо ничего записывать, иногда так делают. Мы находимся на выставке сейчас, экспо. В Чикаго, США. Тут очень много вообще всего проходит, но мы встретили Максима. Я уверен, в России его представлять не надо. Это руководитель Циана. Вот, тут даже без комментариев. Поэтому я его хотел пару вопросов задать. Многие считают, что вы там аналог ЗИО, да, в России. Так это нет. И смотрите ли их бизнес-модель? Да, нас иногда называют, как американцы говорят, ЗИЛу оф Раша. Нам, с одной стороны, это приятно, потому что это действительно самый многочисленный портал по недвижимости в мире. С другой стороны, мы считаем, что в чем-то мы интереснее, чем ЗИЛу. Например, в том, что ЗИЛу основано 10 лет назад. А ЦАН в этом году празднует свой 16-летие. Даже так? Да. Ты и я同ен, но... И только двух парень. Три. Да, мы только ждем. Что вы? Вы работаете? Да, я работаю. Я работаю. Я работаю. Я работаю. Я работаю. Спасибо. Вы делаете круто. Я плачу на мортаж, вместо моего. Я уверен. Когда ты готова. Привет! У нас есть вопрос о том, если вы хотите оперировать в нашем стране, в России? Я не знаю. Я знаю, что мы... Единственное странное, которое мы обеспечили в интернете, это Канада. Потому что это будет последний рынок. У нас много американских домов, которые тоже хотят посмотреть в Канаду. Мы не обеспечиваемся в интернете, пока мы знаем, что это правильно. И мы можем осуществлять в стране и все инженеры в Канаде. И как долго это будет для этого периода времени? Чтобы понять, что это не так или нет? Я не знаю. У нас есть какие-то вопросы. Как вы работаете с realtors? Вы платите? Да. Это интересно. Это интересно. Да. Мы не платим никаких realtors. Но что ты пытаешься сказать? Мы по-маркет с тобой. Да. Мы по-маркет с тобой. Мы по-маркет. У нас есть клиенты. И мы решили взять мобильный. Так что вы платите за наши клиенты? Мы не платим. Мы даем инцидивы на разные вещи. Например, если они поставили деньги в нашу банк, мы даем им лучше. Мы не говорим физически, что это доллар, для того, что вы дали нам. Да. Вы не можете это сделать. Да. Вы не можете это сделать. Да. Какие правила? У меня есть правила. Есть линия. Есть линия и чем-то? Есть линия? Какие правила? Это чудесный сервис, который мы предлагаем, и различные продукты. Так вот, для того, чтобы предоставить профессиональные клиенты к Чейсу. Но также, как у нас есть наш ничь? Что мы хорошим? Это наши суммы. С суммы? С суммы. Что это? Большие суммы. Большие суммы. Большие суммы. Большие суммы. Какие же франшизы? Какие вы выпиваете франшизы? Какие вы можете предложить франшизы? Мы говорят, что мы можем помочь им become a mortgage broker. Они должны получить лицензию, мы поддерживаем им. Мы получаем лицензию. Здесь у вас нужно получать лицензию. С трудно для них? Это не очень сложно, но это может заниматься около 90 дней. 90 дней? Они стоят в этом. Мы помогаем им делать это, мы даем им все инструменты и технологии, мы даем им маркетинг, мы учим им комплименты. Есть много правил, которые они должны следовать в США. Как же экономия, по крайней мере, по крайней мере? К крайней мере, я думаю, что профиль может вызвать результаты для вашей франшизы. Продолжение. Как, что они получают? Да, они получают. Да, это зависит от того, что мы в франшизе. Они получают до 3% от зарплаты. Уже до 3%? Да, скажем, что это $200,000. Они получают $6,000. И они должны платить, обычно, кого-то из зарплаты. Кто-то, кто принесет. Это владелец, который принесет $6,000. Он или она должен платить зарплаты, обычно 1% от зарплаты. То есть, на $200,000 они платят $2,000. Таким образом, они получают $4,000. Как это установлен? Как же это производство? Это банки, клиенты, или компания? Нет. Ну, это арктистная промышленная от зарплаты, который создал ее зарплату. Это 3%? Потому что они не имеют вшaroцовую локацию, и они не имеют рампульсовую стручную стручную, чтобы они могли быть строителям, и, чтобы получить брокерную отзыву, они могут платить это – это комиссионер аналогично. Что это? Это предыдущий аналитический софт. Мы можем показать вам, кто может продать дом в следующем 6-12 месяцев. Это автор, да? Да, это один из моих авторов. Я был только знаком. В основном, мы приходим, и они могут выложить их вверх. Таким образом, я могу сказать, что у них есть 1,600 домов, и в этом году они превратили на 6%. Что мы делаем, мы фокусируем на 20% домах, которые могут продать. Что мы можем сделать, но в этом группе мы можем увеличить. Мы хотим увеличить это. Ты работаешь с клиентами? Да. Мы работаем с агентами. Нет, мы работаем с клиентами. Нет, мы не работаем. Я планирую? Нет, мы не работаем. Нет, мы не работаем. Да, да, да. Спасибо большое. Теперь я знаю, что это. Здесь даже присутствует выставка автомобилей. Как впечатление? Прекрасно. Еще бы можно было пройти тест-драйв, я была бы более довольна. Нет, но я думаю, там машина заведена. Ага, ты можешь проехать? Нет. Я думаю, ты первая, у кого такая мысль пришла. Не включается. Так, мы сейчас на одной из секций. Тут какая-то интересная вещь. Я думаю, что здесь все основные. Это цифровый кнопка. Она держит тест для того, кастрюляв их, заход на реалитетическую сумму. Так, как это работает, то есть что цифровый актер есть на здесь. А вот что делать. Ты отпушиваешь на цифровую кнопку, и используешь микрофоль к разборijу. Эта коробка рядом с дверью? Да, обычно в доме? Да, и тогда он просто вышел, и это, где крылья лежит. Так что крылья здесь, и таким образом аджент может показать квартиру. А также аджент может показать, кто приходит из-за их крылья. То есть, каждый раз, когда кто-то показывает квартиру, они получают сообщение, что кто-то обеспечивает их коробку. Да, да.